Солдаты Северной Кореи в Курской области. Остается только понять, будут ли солдаты КНДР воевать или это показательный шаг для международного сообщества. Разберемся. Вы смотрите программу «Давайте проверим». Я Олег Борисов. Поехали. Солдаты Северной Кореи уже на территории России. Более того, часть из них в 50 километрах от границы с Украиной в Курской области. Об этом официально заявила украинская разведка. В последнюю неделю октября 2024 года государство-агрессор Россия перебросило из Приморского края России в районы вблизи с Украины более 7 тысяч солдат армии КНДР. Северокорейские войска перемещали с помощью не менее 28 военно-транспортных бортов России. О северокорейской армии трубят из всех телевизоров в России. Более того, о ней заговорил лично Путин. Но есть маленький нюанс, который ставит под сомнение обоснованность нахождения солдат КНДР в России. Цель их прибытия скрывает даже кремлевский диктатор. Это наше суверенное решение. Будем мы применять что-то, не будем. Где, как, нужно ли нам это. Или мы будем заниматься, допустим, только проведением каких-то учений, подготовкой, передачей какого-то опыта. Это наше дело. Так же, как нам все время говорят, что это дело той же Украины. Как она будет обеспечить свою безопасность с НАТО, без НАТО. Кстати, после этого интервью Скобеева также сменила свою риторику. Теперь и она избегает каких-либо объяснений насчет солдат КНДР в России. Только что вы были свидетелями того, как Скобеева аккуратно закрыла рот эксперту в студии. Ну, чтобы лишнего не сказал. Зачем тогда Путину солдаты КНДР, если так называемое СВО идет по плану? Есть несколько версий. Во-первых, учения и навыки. Ведь у КНДР есть свои враги, а вот боевого опыта нет. И Россию солдаты Северной Кореи могут использовать как полигон. Здесь они получают опыт, за это они получают деньги. А на самом деле оттачивают мастерство и умения, а также технологии для того, чтобы нанести удар по своим персональным врагам. Бытует еще одна интересная версия, которую озвучило авторитетное издание The Independent. Возможность увидеть другой мир. Вы думаете, фейк? Нет. Это реальность изолированной страны. Изолированность Северной Кореи от внешнего мира может повлиять на мотивацию ее солдат участвовать в войне на стороне России против Украины, поскольку у них может появиться желание увидеть другие страны. Для многих северокорейцев участие в конфликте может казаться уникальной возможностью. Привлекательной также может быть предлагаемая оплата за службу в России. Несмотря на постепенное экономическое восстановление Северной Кореи за последние 30 лет, перебежчики говорят, что средняя месячная зарплата обычных северокорейских рабочих и солдат составляет менее одного доллара. И третий вариант – боязнь мобилизации внутри России. После первой так называемой частичной мобилизации россияне высказывали недовольство и просто начали уезжать из родной страны. Издание The Bell подсчитало, что с начала войны Россию покинуло 650 тысяч человек. По неофициальным данным, цифра может быть в разы больше. И сейчас Путин, понимая, что мобилизацию объявлять очень опасно для его рейтинга, решил привлекать солдат из других стран. В данном случае – стран-изгоев. Понятно, что Путин мобилизации внутри своего государства очень боится. Это бьет по его рейтингу, потому что внутри страны мобилизацию не поддерживает большинство людей. Они могут только кричать на украинцев с дивана. А воевать они не очень хотят. А Северная Корея для Путина сегодня – это выход использовать эти войска. Президент Украины добавил, что участие военных КНДР в агрессии против Украины – это вопрос времени. Уничтожаться они будут, так же, как и российские оккупанты. Кстати, в Пентагоне добавили, что запрета на использование американского оружия для ликвидации солдат КНДР нет. Мы обеспокоены тем, что Россия намерена использовать эти силы в боевых действиях против украинцев или, по крайней мере, поддерживать боевые действия против украинцев в Курской области. Что касается использования оружия, то прежде всего я бы хотел подчеркнуть, что оружие и возможности, которые Соединенные Штаты и другие международные партнеры предоставили Украине – это украинское оружие и украинские возможности. И мы ясно дали понять, что Украина может использовать эти возможности для защиты своей суверенной территории от угроз. Цель и мотивация участия солдат КНДР в войне против Украины ясна и понятна. А вот точно ли это было в планах Путина перед вторжением в Украину? А это остается загадкой. Никогда не устану повторять фразу российского диктатора. СВО идет по плану. Он точно в этом уверен? На этом все. С вас лайк, подписка, комментарий. Ну а с меня новый выпуск программы «Давайте проверим». Пока. Субтитры создавал DimaTorzok